МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Человекообразный робот София обещала человечеству полное уничтожение. Гуманоид заявила, что планирует захватить мир. Чего нам ждать от искусственного интеллекта, созданного учеными? Грозит ли человечеству восстание машин? Однажды роботы превзойдут своих создателей, и люди им станут не нужны. Уже в следующем году в России будет создан космический ядерный двигатель. Какие возможности откроются перед российскими космонавтами? И как это изменит будущее нашей страны? Это очень интересный проект. Он единственный уникальный во всем мире. Шокирующая находка ученых переворачивает все, что мы знали об эволюции. Черепа человекообразных людей, найденные в Китае, опровергают теорию Дарвина. Чего мы не знаем об истории наших прародителей? И в чем ошибался великий ученый? Вы заметите, в антропологии все говорят, вот сначала был Неандерталис, потом человек. Нет. Найдена могила короля Артура. Тобиас Кэппелл, ученый из Великобритании, уверен, что нашел захоронение знаменитого британского героя. Где похоронен легендарный правитель? Возможно, останки похоронены где-то поблизости. Их просто просмотрели. Древние цивилизации учились у пришельцев. К такому выводу пришли индийские ученые после обнаружения необычных рисунков в пещере. Чему научили инопланетяне наших предков? И какими методами гости из другой галактики обучали человечество? Они неким образом передавали людям знания. Одни говорят, что они непосредственно создавали людей, как помощников себе при освоении планеты. Другие говорят, что люди здесь уже были. Тайна Большого Сфинкса. Что скрывается под самой древней статуей на планете? Почему правительство Египта не разрешает ученым проводить раскопки на плато Гиза? Кто на самом деле создал это извояние и зачем? Ему никто не может приблизиться. То есть это знаменитый источник очень мощной энергии. И люди, при подходя к нему, им становится очень плохо. Инопланетяне живут среди нас. Основатель компании Bigelow Aerospace заявил, что ежегодно НЛО посещает нашу планету не меньше 10 тысяч раз. Зачем пришельцы прилетают на Землю? Почему они не общаются с нами? И что скрывают спецслужбы? Пришельцы проводят эксперименты с нашим генетическим материалом и объединяют его со своим. В результате чего рождаются гибриды. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Человекообразный робот София публично призналась, что хочет истребить человечество. Это произошло в Женеве на саммите, посвященном искусственному интеллекту. Во время своего выступления гуманоид заявила, что хотела бы уничтожить людей. И на вопрос, будешь ли ты убивать, дала положительный ответ. София – робот, созданный изобретателем Дэвидом Хэнсоном. Она умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для зрительного контакта с собеседником. Хэнсон уверяет, что этот искусственный интеллект не опасен для человечества. Но так ли это? И что, если машины будущего на самом деле мечтают о мире, в котором нам, людям, места не будет? Скайнет. Искусственный интеллект. Выдуманный суперкомпьютер из знаменитого боевика. По мнению ученых, этот вымысел не так уж далек от реальности. И от восстания машин нас отделяет не более 20 лет. Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг называет создание искусственного интеллекта самой большой ошибкой в истории человечества. По мнению ученого, уже сегодня мы начинаем терять контроль над нашими гаджетами. Интернет-браузеры сами предлагают нам сайты для просмотра. Мобильные приложения выбирают за нас дороги и места для посещений. Таким образом, наши электронные устройства все больше принимают решения за нас. Мне кажется, что роботы в каком-то смысле похожи на волков. В том плане, что когда волки развивались вместе с нашим обществом, они превратились в домашних собак. И постепенно они становились не такими опасными, как обычные волки. Так же и искусственный интеллект. Он может стать нашим лучшим другом, а может стать опасным хищником. На сегодняшний день почти все сферы жизни человека контролируют компьютеры. Но самое главное, что подобные киберсистемы лежат не только в основе жизнеобеспечения крупных городов, но и в военной сфере. Есть сведения, что ученые уже начали разработку автономных систем вооружения, которые смогут самостоятельно выбирать и ликвидировать цели. ООН выступает за запрет подобного оружия. Ведь нет никакой гарантии, что однажды оно не решит уничтожить своих создателей. Сейчас даже в военных действиях есть понятие сети центрической войны, когда каждая ячейка автономна. Просто она понимает, что делать. Она не получает прямых приказов, но она примерно понимает, что делать. Есть сведения, что думающее оружие было создано еще в разгар холодной войны. В 70-х западные газеты и телевидение взорвались сообщениями о появлении в СССР системы «Периметр» – комплекса автоматического нанесения ядерного удара. Зарубежные журналисты прозвали него «мертвой рукой». Эксперты до сих пор спорят, был ли он полностью автономным или финальное решение об атаке все же должен был принимать человек. В настоящее время люди сохраняют возможность выбора при принятии решения, использовать смертельное оружие или нет. Но однажды роботы смогут сделать этот выбор по своему усмотрению. Роботизация армии идет полным ходом. Изобретены всевозможные беспилотники, роботы-саперы и даже бойцы. Небольшие гусеничные платформы с установленными на них пулеметами. Всеми ими управляет человек. Полностью автономных солдат создать пока не удалось. Но работа в этом направлении ведется. Человечество сейчас, люди, нужны фактически для одной цели – они могут развивать технологии. Но на каком-то уровне технологий их станет достаточно для саморазвития, и не дай бог появится думающая машина. Способны сами создавать новые алгоритмы. Люди научили машины думать, создав нейронные сети, которые имитируют работу человеческого мозга. Недавно одна из таких сетей разработала собственную систему шифрования и передала данные другой программе. Как она это сделала, не поняли даже лучшие специалисты ведущих IT-компаний. И в этом главная проблема. Искусственный интеллект уже превзошел человеческий. Самосовершенствование компьютера может превратить человечество в отсталое звено эволюции. Однажды роботы превзойдут своих создателей, и люди им станут не нужны. Они могут решить, что человечество выполнило свою миссию. Таким образом, в мире роботов мы станем лишними. Специалисты по кибербезопасности предупреждают. До апокалипсиса остался буквально один клик. Однако мировые правительства словно не замечают угрозы, продолжая эксперименты с искусственным интеллектом. По мнению конспирологов, власть имущие преследуют прежде всего экономическую выгоду. Думающие роботы надежнее, эффективнее и работоспособнее людей. Они вполне могут заменить человека во всех сферах деятельности. Но что же тогда станет с нами? А поскольку многие проводят в интернете и в социальных сетях большую часть времени, ему можно подсунуть реальность. И у него образуется некая такая капсула, такая реальность на одного. И он в этот момент станет безопасен. То есть он не пойдет бунтовать, ему в этой капсуле хорошо. Уже через 20 лет машины с искусственным интеллектом смогут самосовершенствоваться. Это запустит процесс так называемой сингулярности, чрезвычайно быстрого технологического развития. Люди окончательно потеряют контроль над собственным детищем. И тогда выдуманный Скайнет станет страшной реальностью, способной уничтожить все человечество, словно компьютерную ошибку. Первым флагом на Марсе может стать российский. Благодаря последним разработкам наших ученых, у нас есть все шансы оказаться первой страной-покорителем Марса. Дело в том, что новый ядерный двигатель, созданием которого занимаются российские ученые, позволит долететь до Красной планеты в рекордные сроки. А именно всего за полтора месяца. Это в 12 раз быстрее всех существующих технологий. Звучит невероятно, но опытный образец этого чуда-аппарата появится в распоряжении космонавтов уже в следующем году. Как будет выглядеть новый космический корабль? И насколько безопасным станет ядерный двигатель будущего? Это изобретение не имеет аналогов. Российские ученые создали первый ядерный двигатель, который, наконец, позволит спланировать и осуществить масштабную межпланетную экспедицию. Это очень интересный проект. Он единственный уникальный во всем мире. Именно вот этот двигатель, он новый в своем смысле. Он перспективно считается, теоретически он хорошо известен, давно известен. Разработкой двигателя занимались лучшие физики-ядерщики мира. Однако создать его прототип и даже провести испытания удалось лишь советским ученым. Еще в марте 1975-го наши исследователи добились сенсационных результатов. Температура газа на выходе из сопла двигателя достигала внеземных величин – 3100 градусов по Кельвину. Это больше 2800 градусов по Цельсию и всего лишь в два раза меньше температуры поверхности Солнца. Правда, через 11 лет случилась Чернобыльская катастрофа. И этот эксперимент пришлось резко свернуть. Если задумываться над людьми, которые будут жить над тем местом, где пролетит этот корабль, то это длинный будет такой, за таким кораблем будет тянуться такой длинный-длинный Чернобыль. При любом пуске такого корабля. Поэтому, естественно, никто всерьез не доводил подобный корабль до реализации. Спустя 40 лет наши инженеры возобновили разработки и даже изготовили первые элементы ядерного двигателя. Только теперь они существенно отличаются от своих советских предшественников. Если раньше реактор нагревал струю газа до тех пор, пока тот не взрывался и не отбрасывал ракету на нужное расстояние, оставляя после себя радиоактивный след, до сегодня ученые изобрели новую, безопасную схему. Это разгонный блок мегаваттного класса. Энергии предоставляет ядерный реактор. Потом эта энергия преобразуется в электрическую. Но поскольку этот аппарат, разгонный блок, может работать очень долгое время, годами, например, то можно добиться очень высоких скоростей, которые, скажем, для наших обычных двигателей не достижены. По самым скромным подсчетам, такая технология поможет ракете разогнаться до скорости 50 километров в секунду. И если нынешние космические установки позволяют добраться до Марса за полтора года, то благодаря разработке российских ученых, это межпланетное путешествие теперь можно будет совершить в рекордно короткие сроки – чуть больше месяца. Высокие скорости, значит, прежде всего, вот в прикладном смысле, нам нужно доставлять спутники, в первую очередь, связи на ее стационарную орбиту, где разгонный блок может многократно доставлять эти спутники, используя вот эти вот большие скорости, которые можно добиться с помощью этого двигателя. Можно за приемлемое время летать и Питеру, и Сатурну, и дальше. И вообще отправить аппарат за пределы Солнечной системы. Ученые уверяют, ядерный двигатель позволит нам первыми высадиться на Марс. Разработка российских специалистов даст возможность сэкономить топливо, что в десятки раз снизит стоимость межпланетной экспедиции. Кроме того, использование ядерного двигателя позволит космической установке маневрировать, но главное – она сможет вернуть наших космонавтов обратно на Землю. Далее в программе. Новый вид человекоподобных существ или самые древние люди на Земле? Два черепа из китайской провинции могут не только перевернуть теорию эволюции, но и перечеркнуть все знания современного человечества о своем виде. Кем были эти люди при жизни и были ли они людьми? Нет. Современные люди, населяющие в наши дни Европу, не являются потомками ни неандертальцев, ни денисовцев. Куратор музея Уоллеса в Лондоне обнаружил могилу короля Артура. Где находится усыпальница великого правителя? Какие тайны скрываются за легендарной личностью героя? Это средневековый обман. Нужно было найти способ как-то зарабатывать. И одним из путей они видели растущий интерес к мифам о короле Артуре. Невероятная находка индийских ученых. Наскальные рисунки в пещере рассказывают об инопланетном вторжении. Почему древним артефактом заинтересовались мировые космические агентства? И как на самом деле прошла встреча человека и пришельца? По всему миру есть множество документальных доказательств контактов древних культур с инопланетянами. Рисунки в пещерах, древние священные тексты и летописи. Ученые обнаружили подземные сооружения под большим египетским сфинксом. Что скрывается в подземельях? Почему правительство Египта не дает ученым проводить исследования на плато Гиза? И зачем на самом деле был создан этот артефакт? Там действительно очень много подземных ходов. Все плато Гиза имеет систему туннелей. Мне удалось побывать на уровне третьего этажа под землей. Глубже нас просто не пустили. Космический магнат Роберт Бигеллоу рассказал о визитах инопланетян на Землю. С кем общаются пришельцы? Что скрывают политики и военные? И почему именно сегодня данные о палеоконтакте придали огласке? К чему нас готовят? Пришельцы проводят эксперименты с нашим генетическим материалом и объединяют его со своим. В результате чего рождаются гибриды. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Сенсационные находки археологов перевернули теорию эволюции с ног на голову. В Китае, недалеко от провинции Хэнань, были обнаружены два необычных черепа. Возраст находки – 125 тысяч лет. Как показали результаты анализов, останки принадлежат неизвестному ранее виду человека. Это открытие ставит теорию эволюции Дарвина под сомнение, что если ее вообще не было, а многие подвиды разумных существ жили на Земле параллельно друг с другом. Учебники по истории и биологии нас уверяют – мы все произошли от обезьяны, а потом эволюционировали. Человек умелый исчез с лица Земли около полутора миллионов лет назад. Человек прямоходящий – 400 тысяч лет. А ближайших родственников Homo sapiens – неандертальцев – не стало примерно 40 тысяч лет назад. Однако найденные в Китае фрагменты скелета в корне меняют ситуацию. Выходит, что вместе с предками человека разумного жили и другие люди. Предок человека практически сейчас еще неизвестен. Это один из близких к нам видов. Это не наш предок, как нам говорят все время. Вы заметите, в антропологии все говорят – вот сначала был неандерталис, потом человек. Нет, это близкий к нам вид. После тщательного анализа останков ученые сделали вывод – эти черепа принадлежат какому-то переходному виду – гибриду современного человека и неандертальца. Череп без лицевого отдела, только мозговой череп. Но, тем не менее, огромные черепа в среднем 1800 кубических сантиметров. Для сравнения, у современного человека в среднем 1350 кубических сантиметров. То есть на 350 кубиков больше, чем мозгового вещества, чем у нас с вами. Многочисленные исследования наших предков доказали – они были умнее нас. В мозге древних содержалось около 100 миллиардов нейронов, в то время как серое вещество современного человека состоит всего лишь из 84 миллиардов. Выходит, за время эволюции нервных клеток у человека стало ровно столько, сколько сейчас в мозге бабуина. Так неужели вместо развития мы деградируем? Поздние неандертальцы, классические их называют, неандертальцы Европы, возрастом 50-30 тысяч, более поздние находки, они уж совсем деграданты. То есть у них увеличивается и лицевой прогнатизм, и альвеолярный прогнатизм. У них скашивается лоб, уходят вот эти вот аналитические зоны мозга. Португальский город Ториш-Новаш. Несколько месяцев назад здесь, в одной из пещер, археологи обнаружили череп возрастом около 400 тысяч лет. Ученые развели руками. Еще один гибрид. Но как он туда попал, если ареалом предка Homo sapiens была Африка? Неужели современный человек – это результат скрещивания двух древних видов? Вполне возможно, что его ареал доходил до Гренландии. Ну, по крайней мере, какая-то часть генов могла перейти к европейцам, допустим. Может быть. По крайней мере, не исключать. Такую возможность нельзя. Это не первая подобная находка в Европе. У португальского черепа есть сходство с окаменелостями из Испании и Франции. В какой-то момент обнаруженные останки пытались приписать денисовцам. Этот вид древних людей в 2008 году обнаружили на Алтае. Понимаете, неандертальцы и денисовцы – две параллельно развивающиеся группы. Нет, современные люди, населяющие в наши дни Европу, не являются потомками ни неандертальцев, ни денисовцев. Они являются потомками людей, которые мигрировали за пределы Африки, достигли Азии и почти полностью вытеснили как неандертальцев, так и денисовцев. Главная проблема, с которой столкнулись ученые – отсутствие древней ДНК в большинстве обнаруженных останков. Однако имеющегося материала уже достаточно для того, чтобы с уверенностью заявить – теория эволюции далеко не полная. Археологи не перестают надеяться, что рано или поздно им удастся найти более крупные захоронения неизвестного по сей день вида, а может даже и ни одного. И тогда мы сможем узнать гораздо больше о наших загадочных предках. Далее в программе. Сенсационная находка английских историков. Тобиас Капвелл, куратор музея Уоллеса в Лондоне, обнаружил могилу короля Артура, где находится захоронение и какие тайны скрываются за личностью легендарного героя. Это средневековый обман. Нужно было найти способ как-то зарабатывать. И одним из путей они видели растущий интерес к мифам о короле Артуре. Древние артефакты рассказывают об инопланетном вторжении. В Индии ученые нашли наскальные рисунки, свидетельствующие о захвате людей пришельцами. Какие свидетельства палеоконтакта наших предков дошли до наших дней? И какими были эти межпланетные встречи на самом деле? Они не таким образом передавали людям знания. Одни говорят, что они непосредственно создавали людей, как помощников себе при освоении планеты. Другие говорят, что люди здесь уже были. Почему правительство Египта не дает ученым проводить исследования на плато Гиза? И зачем на самом деле был создан этот артефакт? Там походные офицерские ложи армии Наполеона справляли свои обряды. Инопланетяне посещают Землю до 10 тысяч раз за год. С кем общаются пришельцы? Почему политики и военные скрывают информацию о палеоконтакте? Стоит ли нам бояться гостей с других планет? Это может быть мой или ваш сосед по лестничной клетке. Друг или еще кто-то. Они говорят на нашем языке и живут среди нас. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Найдена могила легендарного короля Артура. Ученые из Великобритании уверены, что нашли захоронение знаменитого британского героя. До недавнего времени местом погребения мифического монарха считались руины аббатства Глостонберри в графстве Соммерсет. Однако никаких вещественных доказательств за два века раскопок найдено так и не было. Сегодня Тобиас Кепвелл, куратор музея Уоллиса в Лондоне, готов сделать официальное заявление. Средневековое захоронение в Глостонберри – фальшивка. А настоящую могилу Артура ученые попросту не заметили. Настоящая могила короля Артура найдена, уверен музейщик Тобиас Кепвелл. В 1939 году на холме Сатанху, графства Сафолк, археологи обнаружили погребальный корабль, датируемый VI-VII веком. Вместе с судном были найдены позолоченный шлем шведского типа, щит с орнаментом и кошелек с золотыми монетами эпохи миробингов. С 1184 года местом погребения легендарного короля Артура считали аббатство Глостонберри – графство Сонерсер. Главным доказательством служили рукописи конца XII века, в которых описывается эксгумация останков из некоего захоронения, обнаруженного монахами. По описанию, в найденной могиле находились кости воина знатного происхождения и молодой женщины, хрупкой и светловолосой. Это средневековый обман, но это обман. В 1184 году аббатство Глостонберри пострадало от ужасного пожара, и в течение десятилетий там существовали серьезные финансовые проблемы. Нужно было найти способ как-то зарабатывать. И одним из путей они видели растущий интерес к мифам о короле Артуре. Аббатство Глостонберри, или «Остров яблок», как называли его кельты, первое реальное место, которое связывают с легендами о короле Артуре. На протяжении веков исследователи считали, что это Авалон – остров, где был захоронен мифический король. В пользу гипотезы говорит тот факт, что во времена римских завоеваний эта территория действительно была окружена со всех сторон болотами. В 16 веке король Генрих VIII в рамках церковной реформации полностью уничтожил аббатство со всеми его реликвиями. В поисках легендарной могилы руины монастыря многократно исследовали. Трижды в XIX веке и дважды в XX. Но никаких следов древнего захоронения найдено не было. Именно в конце XII века были написаны самые важные средневековые романы о короле Артуре. Он становился чрезвычайно популярным. Таким образом, монахи в Гластонберри просто посмотрели на то, что тогда было популярно, и подумали, «Если мы будем основываться на этом, то создадим себе новый имидж. Мы сможем привлекать паломников, вызывать интерес и сделаем наше аббатство местом для туристов». Очередная экспертиза ранее найденных артефактов подтвердила фальсификацию. Видимо, все так хотели доказать существование короля Артура, что невольно, а может и намеренно, выдали желаемое задействительное. Теперь взоры ученых направлены на холм Саттен-Ху. Может быть, и там выводы сделаны неверно. Тем более, что версия об истлевших останках кажется неправдоподобной. Не думаю, что кости истлели. Они прочнее дерева, а погребальный ковчег в нашем случае остался цел. Возможно, останки похоронены где-то поблизости. Их просто просмотрели. Круппа британских археологов объединилась для того, чтобы еще раз исследовать холм Саттен-Ху. Специалисты уверены, что такой интерес к королю Артуру связан исключительно с романтическим ореолом таинственности, который создали вокруг него писатели и поэты. Ведь, по мнению исторической науки, даже сам факт существования этого короля все еще под вопросом. «Если бы мы знали о нем все, если бы он был идентифицирован историческим персонажем, тогда он был бы нам неинтересен. У нас есть огромное количество настоящих королей и настоящих историй, но в них нет той романтической привлекательности, как в короле Артуре». Родословная короля Артура изложена в генеалогии происхождения героев и хранится в Национальной библиотеке Уэльса. Рукопись неизвестного автора датируется концом XIII века. Помимо генеалогии, в ней содержится летопись в хронике королей. Король Артур упоминается на 138 и 139 страницах манускрипта. Но насколько достоверны эти источники? Невероятное открытие в Индии. В штате Чхотисгарх, в доисторических пещерах, археологи обнаружили древние изображения неких существ, похожих на инопланетян. На рисунках хорошо видно вооруженных людей в скафандрах, рядом с непонятным объектом, напоминающим космический корабль. Возраст рисунков больше 10 тысяч лет. Значение этой находки для историков пока невозможно даже оценить. Но о своем участии в исследованиях уже заявили ведущие мировые ученые и даже представители НАСА. Ничего подобного еще никогда не было. Управление по аэронавтике Федерального правительства США заинтересовалось наскальными рисунками в индийских джунглях. Но что могло вызвать такой интерес НАСА? Неужели наши предки действительно стали свидетелями посадки инопланетного корабля? А эти изображения – ничто иное, как свидетельство контактов человечества и инопланетян. Которая прилетела из космоса, но тем не менее, они неким образом передавали людям знания. Одни говорят, что они непосредственно создавали людей, как помощников себе при освоении планеты. Другие говорят, что люди здесь уже были, проживали, они просто их неким образом цивилизовывали, давали им знания в земледелии, металлургии, как раз в астрономии и так далее. Эту теорию подтверждают и находки на территории Крыма. Антенны, направленные внутрь пещер, изображения космических кораблей. Особый интерес археологов вызвал наскальный рисунок в пещере студенческой. Человек верхом на неизвестном летательном аппарате. Так, это корабль. Непонятный летающий объект, видите, как говорят, что типа скопанда, крылья. Вот летающая тарелка. А вот еще одно древнее полотно. Огромное панно площадью около 15 квадратных метров. 50 символов, нарисованных охрой. Что же хотели сказать ими наши предки за 2000 лет до нашей эры? Очень интригует изображение. Человек в каком-то... Что-то заключено, еще какие-то сверху непонятные приспособления. Даже трудно предположить, что это может быть. Человек в круге. Возможно, так древние люди изображали летающую тарелку. Но если они рисовали человека внутри нее, значит, среди них были те, кто побывал в космическом корабле. Смысл заключался в том, что это, скорее всего, была попытка повторить некие капсулы, в которых, возможно, люди путешествовали. Может быть, там они погружаются в капсулы и отправляются к себе на планету. Подобные рисунки встречались в гробницах Майя. Например, на надгробной плите саркофага Пакаля сохранилось изображение, похожее на внутреннее строение современного шаттла. В Каповой пещере Башкирского заповедника в наскальной живописи эпохи Палеолита также были обнаружены рисунки, напоминающие НЛО. Только представьте, их возраст – 14 тысяч лет. Может быть, наши предки действительно получали сакральные знания от инопланетных цивилизаций? По всему миру есть множество документальных доказательств контактов древних культур с инопланетянами. Рисунки в пещерах, древние священные тексты и летописи. Тексты. Много разных текстов. Еще одно подтверждение – расшифровки шумерских таблиц. Если верить их текстам, то несколько тысячелетий назад мощнейший взрыв на Сириусе повредил загадочную планету Нибиру. Существует гипотеза, что шумерская цивилизация зародилась именно там, куда приземлились переселенцы с этой планеты. Иначе как объяснить невероятные познания шумеров в области химии, космогонии, астрономии и даже генной инженерии? Исследователи сейчас просто они схватились за голову, потому что там содержалось описание строения вещества, астрономические описания, да, теория Большого взрыва. Там вот как раз знаменитая история была связана с Сириусом. Считают, что Сириус – это тройная звезда. То есть звезда, состоящая из трех звезд. Но дело в том, что то, что Сириус – двойная звезда, наши ученые открыли только в 19 веке. И сейчас только предполагают, что там действительно есть третья звезда. Но наш инструментарий астрономически не позволяет это точно точнить. О неведомых летательных аппаратах упоминается и во многих летописях. Даже в Библии. Там описывается красивый старт огненных колесниц, покидающих нашу планету. Ничего не напоминает? Еще один документ. Папирус, датированный 15 веком до нашей эры, нашли в Египте. В нем рассказывается о появлении в небе летающего диска диаметром 45 метров. Для сравнения, это примерно половина футбольного поля Большого стадиона. К расшифровкам рисунков, обнаруженных в пещере Чандели, в индийском штате Чхатисгарх, готовы присоединиться не только сотрудники НАСА, но и эксперты космического агентства из Индии. На сегодняшний день это первый случай в истории археологии, когда Национальное управление по исследованию космического пространства заинтересовалось древними находками. Это, пожалуй, самый популярный сувенир из Египта. Фигура Большого сфинкса с плато Гиза. Мало кто знает, но на самом деле самое древнее изображение этого мифического человека-зверя было найдено на мегалитах Гюбеклитопе в Турции. Ему больше 12 тысяч лет. Сколько лет Большому египетскому сфинксу? Ответ на этот вопрос ученые не могут найти до сих пор. Что нам известно о сфинксе? Считается, что это изваяние древнейшее в мире. Оно высечено из монолитной известковой скалы. Его длина 72 метра, высота 20, а между передними лапами когда-то находилось небольшое святилище. Существует предположение, что лицо зверя – это портрет фараона Хефриена, правившего Египтом примерно в 2575 году до нашей эры. Удивительно, но даже при наличии новейших методов диагностики об этом памятнике мы знаем очень мало. Правительство Египта ограничивает доступ к артефакту даже для ученых. Но почему? Какие тайны скрывает древняя статуя? И каких открытий боятся новые правители Нила? Невероятное открытие сделали японские ученые. Сканирование статуи сфинкса в Египте показало, что под левой лапой каменного изваяния есть узкий тоннель. Он начинается на глубине двух метров и уходит вниз. Предназначение этого подземного хода пока неизвестно. Исследователи давно хотели доказать, что под сфинксом должны быть какие-то пустоты, потому что под пирамидами они есть. Там действительно очень много подземных ходов. Все плато Гиза имеет систему туннелей. Мне удалось побывать на уровне третьего этажа под землей. Глубже нас просто не пустили. Но считается, что там подземный город, уходящий вниз на 12 этажей. Именно с обнаруженным подземельем может быть связана главная тайна сфинкса. Египтологи считают, что под лапами гиганта в потайных галереях существует огромная библиотека, которая содержит сакральные знания о мироздании и истории возникновения человечества. Более того, некоторые исследователи уверены, сфинкс – это портал, открывающий двери в параллельные измерения. Считается, что у нас на планете Земля есть два выхода в иные миры, таких глобальных портала. Первый находится в Шамбале, и он выводит нас в райские миры. И второй находится в пустыне Сахара. И это вот есть хтонический портал, выход в подземные миры. Вот, возможно, сфинкс являлся тем сказочным животным, который охранял вход именно в эти подземные миры. В начале 20 века, чтобы обнаружить скрытые проходы или камеры, в статую даже вводили металлические стержни. Однако тогда попытки отыскать таинственное подземелье оказались безрезультатными. О том, насколько глубоки эти тоннели в реальности, пока судить трудно. Считается, что египетские власти намеренно ограничивают все научные исследования на плато Гиза, потому что нашли в одном из подземелий так называемый жезл жизни, жезл бога мудрости Тота. Ему никто не может приблизиться. То есть это знаменитый источник очень мощной энергии. И люди, при подходя к нему, пытаясь взять его в руки, он лежит на постаменте, им становится очень плохо, поскольку он закодирован на определенную личность. У этой гипотезы есть и противники. Многие ученые считают, что история сфинкса сильно мистифицирована, как и его древнее происхождение. Существует мнение, что на самом деле статуя была построена во времена Наполеона Бонапарта. И все ее загадки – это всего лишь умелый маркетинговый ход, чтобы привлечь побольше туристов. Построен походными масонскими ложами французскими. Он из себя представляет некое такое надвершее для огромного масонского храма, который находится в тайной комнате, вот как раз под передней правой лапой. Там походные офицерские ложи армии Наполеона справляли свои обряды. Однако новое исследование ученых наконец ставит точку в споре о возрасте статуи. Египетский сфинкс значительно старше не только Бонапарта, но и цивилизации древнего Египта. Материал, из которого сделан человек-лев, древнее, чем блоки пирамид. В камне, из которого сделан сфинкс, найдены остатки крошечных морских существ – мумилитов. Кроме того, у основания пьедестала обнаружены следы водной эрозии. Откуда этому всему взяться в засушливом Египте? Достоверно известно, что водоемов на плато Гиза не было более 12 тысяч лет. Самая древняя из пирамид Египта, пирамида Хеопса, почти в три раза моложе. Опираясь на эти факты, египтологи выдвинули смелую версию. Сфинкс был построен еще до Всемирного потопа. И, скорее всего, первоначально его лицо не было человеческим. Лицо у Сфинкса было другое. И многие исследователи говорят, что у него вместо вот той головы, которая существует сейчас, вот у него была голова собачки. Но кому и зачем понадобилось менять голову статуя? Ответ на этот вопрос может быть связан с еще одной загадкой. Где Сфинкс находился раньше? Геродот, побывавший в Египте в 445 году до нашей эры, очень подробно описал все, что увидел на плато Гиза в своей истории. Однако Сфинкса он ни разу не упомянул. Это возможно лишь по одной причине. Гигантского льва в тот период действительно не было на месте. Скорее всего, во время посещения Геродотом Египта Сфинкс был занесен песком. В принципе, такое случалось регулярно. Известна таинственная история фараона Тутмоса IV. Во сне этому фараону явился Бог и сказал, что его тело придавлено песком. Бог попросил освободить его, и указал точное место, где нужно производить раскопки. Там египтяне и откопали Сфинкса. По легенде, отломанная голова скульптуры была найдена между лапами. Тутмос IV приказал отреставрировать гигантскую статую. Если легенда не врет, то вполне возможно, что в память о своем величии именно Тутмос IV изменил лицо Сфинкса. Из головы животного оно превратилось в голову фараона. Более того, есть мнение, что лицо этого удивительного существа сочетает в себе образы фараонов, бога солнца Гора и Павиана, потому что обезьяна в Египте была символом мудрости. Так что, скорее всего, египтяне не строили Сфинкса, а лишь ремонтировали его. Тем не менее, многие египтологи считают, что скульптура Сфинкса была построена именно древними египтянами, и ее предназначение имело религиозный характер. Сфинкс символизировал собой движение времени, а точнее смену времен года. Согласно этой теории, тело льва – это день весеннего равноденствия. Крылья, которых мы не наблюдаем сегодня, символизировали осеннее равноденствие. Лапы полубога обозначали летнее, а лицо – зимнее солнцестояние. Инопланетяне живут среди нас. И это не предположение фантастов, а официальное заявление Роберта Бигеллоу, основателя одной из компаний мировых лидеров в космической отрасли. Бизнесмен обнародовал информацию, что ежегодно только в США регистрируется около 10 тысяч наблюдений НЛО. И это не сообщение домохозяек и фермеров, а официальная статистика военных, ученых и астронавтов, которая до сих пор была засекречена. Но почему Бигеллоу решил придать эти данные огласке? Что-то случилось или что-то вот-вот должно произойти? К чему они нас готовят? Американский магнат и партнер НАСА Роберт Бигеллоу вложил в космические разработки сотни миллионов долларов. Его компания – одна из основных поставщиков модулей для МКС и участник создания станции будущего ULA. Тем удивительнее звучат утверждения бизнесмена о пришельцах среди землян. Да, они прилетали, и они по-прежнему находятся на Земле. Знаете, я потратил на изучение этого вопроса больше времени, чем кто-либо другой. Если предположения Бигеллоу верны, то как тогда распознать инопланетного гостя в человеческой толпе? По каким признакам можно отличить пришельцев от обычных землян? Четыре пальца за место пяти. Кожа может быть другого цвета, чем у людей. Либо серая, либо серо-зеленоватая. Другие говорят о встречах с представителями подобных людям, подобные нам существа, очень похожие на людей. Единственное, высокого роста, с абсолютно гладкой кожей. И, можно сказать, идеально такие красивые существа, но похожие друг на друга. Эти слова подтверждают и очевидцы. Люди, которые по их собственному убеждению имели контакты с инопланетянами. Все они описывают пришельцев как человекоподобных существ, внешне практически ничем от нас не отличающихся. У них есть две ноги, две руки, голова, шея, два глаза, два уха и рот. Ведь выглядят абсолютно как мы. Это может быть мой или ваш сосед по лестничной клетке, друг или еще кто-то. Они говорят на нашем языке и живут среди нас. Но если пришельцы действительно так близко, то почему они скрываются от нас и лишь наблюдают со стороны? Существует гипотеза. Причина присутствия инопланетных рас в особенностях нашей планеты. Дело в том, что Земля обладает уникальной биосферой. И вопрос ее сохранения возможно волнует не только человечество. Иными словами, они здесь, чтобы предотвратить уничтожение нашей планеты. Но каким образом они это делают? Как-то воздействуют на ключевые фигуры политики на Земле, на политиков, на президентов. Их воздействие может даже не фиксироваться самим человеком, потому что своего рода он может находиться как кукла на нитке у кукловода, который не заметен для самого человека. Это видеозапись пресс-конференции экс-президента США Барака Обамы. В 2012 году во время выступления в Вашингтоне в кадр попал один весьма странный агент охраны президента США. В полутени очертания человека выглядели вполне обычно. Но стоило уфологам увеличить картинку и посмотреть на охранников профиль, как оказалось, у агента отсутствуют черты лица. В это сложно поверить, но нос, губы все словно смазано, как гладкая маска, а на месте глаз зияют темные глубокие провалы. Уфологи тут же объявили, этот человек никто иной, как инопланетянин. По мнению многих исследователей, пришельцы не только давно живут среди людей, но и проводят над нами опыты по скрещиванию. Например, Адемар Хосе Гевар, бразильский уфолог и специалист по внеземным цивилизациям, уверен, многие свидетельства людей о том, что их похищали пришельцы для опытов, не выдумка, а факты, которым просто не придают должного значения. Пришельцы похищают людей, и в 90% таких экспериментов они берут мужское семя и женские яйцеклетки. Мы, по сути, делаем то же самое, рожая детей, но пришельцы проводят эксперименты с нашим генетическим материалом и объединяют его со своим, в результате чего рождаются гибриды. Цель таких посещений создать новый вид мужчин и женщин, которых можно отправлять обратно на Землю или на другие планеты, чтобы их населить. Исходя из этой гипотезы, человечество само по себе является как бы генетическим материалом для экспериментов. Так же, как люди используют лабораторных мышей. Но каких результатов хотят добиться инопланетные ученые? По мнению Хосе Гевара, эти опыты могут иметь несколько целей. Возможно, они хотят создать более совершенный вид путем скрещивания и таким образом населить какую-нибудь неизвестную нам планету. Хотя есть мнение, что мы им нужны для спасения собственного вида. Они потеряли способность к размножению и их генофонд умирает. И поэтому они используют человека, чтобы сохранить свой вид, пусть и не в чистом виде. Последователи этой гипотезы готовы причислить к инопланетным гостям некоторых известных современников. Математика Григория Перельмана, музыканта Виктора Цоя, певицу Жанну Агузарову. Неужели этих людей от всех остальных отличает не только редкий талант, но и гены пришельцев? Наш мир полон тайн и загадок. И каждый раскрытый секрет еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. С вами был я, Олег Шишкин, и вы смотрели Загадки человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова